И мы будем говорить о том, что называет Джон Паул двадцать категорий снов. И не обязательно только эти двадцать категорий, что больше не может быть. Может быть и больше. Но из его опыта, из его изучения, он вышел и вывел эти двадцать категорий сна. И так же бывают сны, которые могут себе заключать несколько из этих категорий. Они будут налагаться друг на друга. И это для того, чтобы вам помочь. Понять, что за сон вам снится, и чтобы понять его лучше. И так же помочь вам понять, что Бог хочет донести до вас в каком-то определенном сне. Поэтому, во-первых, что сны, как мы называем сны исцеления. И это такой сон, что в процессе сна вы исцеляетесь. Это может быть эмоциональное исцеление. Даже может быть и физическое исцеление в этом сне. И у нас такие свидетельства были, что люди исцелялись физически во сне, а потом они просыпались и уже обнаруживали, что на самом деле исцеление произошло. Так же это может быть исцеление разбитых взаимоотношений. Когда во сне вам снится такое, что вы примиряетесь с человеком, и вы просыпаетесь уже с таким чувством любви и примирения к этому человеку. И поэтому в снах исцелениях Бог производит внутри вас исцеление. Вторая категория – это сны очищения. И обычно Бог использует такие сны для того, чтобы что-то смыть и омыть вас. И мы, как народ Божий, настороже находимся в том, что проходит через наши глаза, ворота наших глаз и ворота наших ушей. И поскольку мы живем в темном и извращенном мире, то мы не можем от всего полностью себя оградить. Поэтому могут быть какие-то вещи, какие-то образы, что-то еще, что вы как бы цепляете и остается в вашем разуме. Либо же то, что вы можете услышать, что говорят в мире. Один раз, одно лето я работал на нефтяной базе. И там были одни мужчины. И мужчины разговаривают, как мужчины, когда нету рядом женщин. Это целый день одни вульгарные эти мерзкие разговоры одни. А в то время я проповедовал в колледже. Но целый день приходилось слушать этот вульгарный язык. И по вечерам я работал в церковном центре рекреации или отдыха для семей. И помню, там такое баскетбольное поле, и какие-то ребята начали драться где-то в углу того поля. И я сказал им, остановитесь. И они не останавливались, и немножко я огорчился. И поэтому я открыл свой рот, чтобы очень жестко с ними поговорить. И потом из меня вышли такие слова. И я был в шоке. Я думал, откуда это все пришло? И мальчики тоже очень шокированы были. Они, конечно же, перестали драться. И только один вывод я мог сделать, что каждый день с утра до вечера я слышал те слова, и они во мне откладывались, постепенно накапливались. И как вы знаете, мы как компьютер, попал вирус с него, вот и он будет потом все делать. Или же мусор вошел, мусор и вышел. И так же, что делает Бог? Он дает нам сны очищения для того, чтобы тот мусор, который вошел в нас в мире, смог потом быть смытым с нас или из нас, вымыт. Поэтому иногда, возможно, у вас будет такой сон, что вам снится что-то такое неподобающее, что-то очень неприличное. И вы просыпаетесь, вы шокированы и смущены. Потому что вы знаете, вы ребенок Божий, и этого в вашем сердце нет, так почему же вам такое снится? Это, вероятнее всего, это сон очищения был у вас. Да, мы понабирались всего и везде. И Бог это смывает с нас или из нас, вымывает. Это понятно, это как бы перекликается с вами внутри вас. Да, okay. Третья категория – сны и призвания. В снах призвания, в принципе, Бог будет призывать вас к какому-то служению или какой-то работе. Возможно, вы даже увидите себя в этом сне, что вы занимаетесь этим служением, либо этой работой. Либо же вы увидите, что преподаете, учите группу женщин. И так же, таким образом, возможно, Бог призывает вас к учению женщин или служению женщинам. Либо же, так же, может быть, сон у вас о евангелизации, вы евангелизируете на улицах. И что очень успешно вы в этом, у вас это получается, и очень удовлетворены вы этим. И вы даже просыпаетесь, так духовно заряженные. И вполне возможно, что это был сон призвания, и Бог призывает вас к этому призванию. И Бог будет использовать сны для того, чтобы призвать нас к определенному служению, либо работе, занятию. Четвертая категория снов — это сны предупреждения. Кто из Писания, как мы помним, у кого из Писания были такие сны предупреждения? Джозеф. Иосиф. Иосиф. Еще мудрецы с Востока. Они были предупреждены Богом. Богом во сне. Кто бы из вас хотел иметь такие сны предупреждения? И в сне предупреждения или предупреждающих снах будет Бог говорить вам, чтобы вы чего-то не делали. И кроме того, часто такие сны будут повторяться. И возможно, вы планируете чем-то заняться в будущем. Но Бог хочет вас предупредить, чтобы вы этого не делали. И поэтому до того, как вы начнете это делать, Бог даст вам три-четыре сна предупреждающих. И сон насторожит вас, чтобы вы не участвовали в той деятельности. И поэтому, очевидно, что нужно обращать внимание на такие сны, предупреждения, которые Бог дает нам. И затем пятая категория мы называем такие сны. Ложные сны. А ну угадайте, от кого ложные сны приходят. От врага, ложные сны приходят от врага. А false dream reveals the plans of the enemy. Ложные сны показывают, открывают планы врага. Те планы, которые враг имеет на нас. И он пытается убедить нас в том, что Бог дает нам такой сон. Такое как бы хочет создать впечатление, что Бог нас побуждает к чему-то. Но на самом деле такой сон ложный, и он не от Бога пришел. Иногда такие сны будут противоречить воле Божьей. Но это не от Бога, поэтому это ложные сны. И как можно определить, что это ложный сон? Во-первых, они черно-белые. И во-вторых, они обычно противоречат Писанию. Это ложные сны. Шестая категория – это телесные сны. Это такая ситуация, когда наше физическое тело оказывает влияние на наше сновидение. Поэтому иногда, когда у нас какая-то физическая болезнь, и наше тело начинает влиять на наше сновидение, и это тоже не от Бога. Либо у нас гормональный дисбаланс тоже. То также у нас будут сны не от Бога, и причина, чему является физическое состояние. И снова такие сны, они будут в таких сероватых оттенках, и цвета будут мутные. Поскольку сны от Бога всегда в цветах. Седьмая категория снов – это сны химические. Это в результате того, что мы в тело приняли. Либо наркотики приняли, либо какие-то лекарства. Либо чрезмерно много алкоголя. Либо же пицца, пепперони. И мы называем такие сны, сны-пицца, пицца-сны. Определённые химические вещества, а также определённая еда тоже может приводить к таким снам. В одну ночь мне такой сон приснился, что я съел огромный зефир. А утром, когда я проснулся, у меня исчезла подушка. Ну, понимаете, вы слишком серьёзно выглядите, им надо было внести некоторый юмор. Восьмая категория – сны о состоянии вашей личности. А сны о состоянии вашем говорят о том, какое ваше положение перед Богом и ваше отношение с Ним. Это может быть как и негативно, так и позитивно. Иногда мы думаем, что мы очень хорошие люди и молодцы вообще. А Бог говорит, нет, слышь, у тебя вообще сердце в таком состоянии находится. Это похоже на то, когда Нафан пришёл к Давиду и рассказал историю о том, как один мужчина украл овцу у другого человека. И Давид говорит, нужно разобраться с таким человеком. И потом, что сделал Нафан, взял его палец и указал им же на Давида. И иногда Богу приходится поступать так же вместе с нами. Но иногда это происходит в позитивном плане. Иногда мы думаем о себе ниже и как бы занижено самомнение. И Бог хочет ободрить и сказать нам, ну, слушай, я думаю о тебе вот таким образом. И такие сны мы называем сны о собственном состоянии. Девятая категория снов это сны ободрения. Какие бы вы всегда использовали немного ободрения? Какие бы вы использовали ободрения? Какие бы вы понравилось то, чтобы вас ободряли? И поэтому иногда Бог ободряет нас в том, чтобы мы достигали того, к чему Он нас призвал. Сны для того, чтобы наша вера возросла и для того, чтобы мы знали, что Бог с нами и Бог за нас. Кто из вас вспомнит историю о Гидеоне? И Бог сказал ему сделать что-то. И Гидеон выставил шерсть. Два раза. И все еще он не был уверен. И только когда он услышал сон, который Бог дал Мадеонитянину. И тот сон, который говорил о самом Гидеоне, что он победит их армию. И сон был дан Мадеонитянину, но ободрил Давида. И можно сказать, Бог таким образом ободрил Гидеона. Затем следующая категория снов, сны исправления. Сны, когда Богу приходится исправлять нас. Когда Богу нужно исправить наши отношения, либо наше мнение какое-то. Разбираться приходится ему с нашим неправильным решением, или же неправильным поведением. И Бог будет исправлять нас. Либо же будет исправлять наше мнение. И мы призваны к тому, чтобы откликнуться и на такие сны. Одиннадцатая категория снов называется сны направления. И мы видим несколько таких снов направляющих в Писании. Как мы уже раньше изучали, что Иосифу, Отцу Иисуса, были даны несколько таких направляющих снов. Он направил его к тому, чтобы жениться на Марии. Кто из вас бы хотел иметь такой сон? Кто из вас еще холост, не женат? Мы передадим вас в сон такой сели. А потом, возможно, вам понадобится сон исправление после такого сна. Женить вы. Но сны направления. Решения, которые вам приходится принимать, или придется принять. Либо же, как в случае с Иосифом, куда мне идти? Пособы, возможно, работа, которую я должен поразмыслить. И такие сны мы называем с нами направления. Двенадцатая категория снов, сны и ходатайства. В таких снах Бог призывает нас молиться о ком-то. Иногда это непосредственная молитва. И если есть какая-то такая необходимость сразу же молиться и мгновенно действовать. Либо же иногда это призыв к тому, чтобы молиться еще в грядущих событиях, которые еще будут. И очевидно, что сны и ходатайства — это сны внешне относятся к другим людям. Нам снятся какие-то люди. Либо какая-то опасность, которая встретится в нашем пути. Либо же решения, которые придется принимать. Иногда люди могут проходить через какие-то трудности, проблемы, либо какая-то духовная война. И Бог призывает нас молиться об этих людях. И поэтому бывает такое, что Бог даст сон, и мы видим этого человека, и этот человек принимает участие в какой-то войне, в битве. И таким образом Бог призывает нас к ходатайству. Так же Бог может дать вам сон о братьях, сестрах из церкви, из общины, откуда вы. Бог может дать вам сон о Валентине. Так же Бог может дать вам сон о какой-то группе людей. Допустим, ходатайствовать за мессианских евреев в какой-то определенной стране. Ходатайствовать за какую-то церковь в каком-то другом месте. Ходатайствовать просто за группу. Либо за целую страну. Это называется призыв к ходатайству. Третья категория снов — это сны пророчества и откровения. В снах пророчества и откровения, в принципе, Бог дает вам откровение какое-то. И Он может это сделать несколькими способами. В принципе, вы можете увидеть Иисуса во сне, и Он с вами будет разговаривать. Либо ангел или какого-то небесного посланника. Либо же Бог может показать какого-то известного пророка в вашем сне, и Он будет тоже с вами разговаривать. И обычно это пророчество адресовано лично к вам. Бог говорит к вам. И дает лично вам откровение. И чаще всего в таких пророческих снах вы будете слышать чей-то голос, как кто-то говорит. Также такие сны имеют отношение к будущим событиям. И Бог показывает вам будущие события. И мы верим, что в последнее время Бог также дает очень много снов откровения из-за тех судов, которые грядут на землю. Затем следующая категория снов — это сны темные, темные сны. These dreams as well have no color. They are dreams of the enemy, revealing what the enemy wants to do. Это сны врага, и говорят о том, что враг хочет сделать. И поэтому мы должны молиться против таких планов, которые открываются в этом сне. И не следует перепутывать такие сны со снами, которые исходят от Бога. Затем следующая категория снов — это сны духовной брани. A spiritual warfare dream is where you actually do warfare in the dream. These can be dreams where you are actually doing battle. Либо вы воюете, какие-то участия принимаете в боевых действиях. You can be in an army fighting against another army. Вы можете быть какой-то армией, каким-то воином. You can be an individual fighting against another individual. Либо вы боретесь с каким-то человеком. Or you can be an individual fighting against something that's attempting to attack you. Либо же вы боретесь с чем-то или кем-то, что атакует вас. И то, что может атаковать вас — это какой-то человек. И так же может быть что-то демоническое. Сны, когда на вас налетают шершни, осы, либо пауки. Так же это отражает планы врага. Либо же, когда на вас нападают, вас кусают аллигаторы или змеи. И это указывает, что на вас влияет ложь распространяемая кем-то в отношении вас. Но в снах духовной брани вы можете в этом сне принимать участие и бороться. И можно сказать, вы участвуете в таком ясном сне. В осознанном сне вы осознаете то, что вы делаете в таких снах. И вы осознаете, что происходит. И в таком сне вы принимаете решение бороться, воевать против атакующих вас. Бывали ли у вас такие сны? И ваша воля задействована в этом сне, в том, чтобы себя защищать. И уже в самом сне вы осознаете, что вы приняли такое решение защищаться. И это есть сны духовной брани. Снадцатая категория – это страшные сны. И а fear dream is a dream that actually comes out of our own soul. Сны страхов. Эти сны тоже приходят из нашей души. А fear dream is when we dream about those things that we have been fearing. Сны такие говорят о том, чего мы боимся. Часто мы говорим о таких снах, как о кошмарах. Но в принципе, это не сон духовной брани, но это сон, кошмар, и он указывает на наши страхи. Когда мы даем место страха в своей жизни, то тогда это будет проявляться в таких кошмарных снах. И когда такие сны происходят, то нужно научиться, как разбираться страхом внутри себя. И закрыть эту дверь для врага. Затем семнадцатая категория снов сны об изобретениях. Такие сны, в которых Бог дает вам какое-то новое изобретение. Либо же он даст какое-то творческое вдохновение вам. Если вы пишете песни, то он может дать вам песню во сне. Если вы художник, если вы можете рисовать, то он может дать вам картину во сне. Или же он может дать вам понимание, как что-то создать новое. Бывали ли у вас такие сны? Да. Слево сны и сны — слово знание. Бог даст вам знание о том, чего вы вообще не знали раньше. Он ответит на вопрос в вашем сне. Поэтому, когда мы ложимся спать, нам следует просить Бога, отдай нам сон. Просить Его, чтобы Он дал нам откровение. И говори к нам в наших снах. И Бог это сделает. Он даст вам слово знания. Из сны слово знание очень похоже на дар слово знания. И Бог будет использовать это для того, чтобы направлять вашу жизнь. Девятнадцатая категория — это сны освобождения. Когда, в принципе, мы можем освободиться в нашем сне, в процессе нашего сна. И, в принципе, во сне что вы можете видеть? Что кто-то служит вам, молится о вас, и в это время происходит освобождение ваше. In other words, you dream that somebody's prayed over you, ministered to you, and has set you free from some bondage or oppression you've been under. And then you wake up in the morning, and it's gone. You're delivered. If you освободились от чего-то, от какого-то давления, и потом вы просыпаетесь, и это уходит. Or, God can just do a work in your dream in a way that you become liberated. Или же какое-то другое действие Бог сделает во сне так, что вы освобождаетесь. And so, actually, deliverance takes place in your dream. И поэтому можно сказать, что в вашем сне происходит это освобождение. The last category of dreams are what we call soul dreams. Последняя категория — это душевные сны. And a soul dream, similar to a fear dream, is that it comes out of your own soul. Душевные сны, как и сны страха, они приходят из вашей души. You're simply dreaming your personal desires. Просто вам снятся ваши личные желания. И снова, душевные сны не будут наполнены цветом. Потому что они приходят от вашей души. Если нам снятся много таких душевных снов, то, возможно, это указывает на то, что мы живем душевно, а не духовно. Because as Spirit-filled Christians, we should have a number of color dreams. And color dreams are dreams, obviously, that come from God and come from the Holy Spirit. Очевидно, что цветные сны, тесные сны, которые приходят от Бога, от Духа Святого. Okay, does anyone have any question about any of the 20 categories of dreams that we just looked at? И есть ли какие-то вопросы по этим 20 категориям снов у вас? Oh, we do have a question. I see that hand. Spiritual warfare dream. Сны духовной брони. Там говорится черно-белый сны, потому что Бог вас... А, enemy engaging? Or God engaging? No, the enemy. So they're not from God? No, it's actually... You are actually experiencing warfare in your dream. Yeah, you're being attacked in your dream. А, это вы проходите войну, атаку, на вас атакуют во сне. Is that clear? И черно-белые сны. Такие сны от врага. You're saying you are having a dream, it's in color, but in the midst of that dream, you have a negative experience. No, it comes a night time. In the dream, there is a night. And in the night time, there is a... You can't see color. Yeah. No. Yeah, that's still from God. Anytime there's any color in the dream. Yeah. In fact, you can have a dream... A lot of times, people dream in color, but they don't recognize the color. In some dreams, the color is not significant to the meaning of the dream. А иногда бывает такое, что цвет никакого значения не играет, в значение сна. But if you have a dream, and you can remember one element of color, then that's a dream from God. То это сон от Бога. Yes. Как относиться к снам, которые пришли от врага? What's your attitude should be when... My dreams, but dreams came from enemy. What should you do? You pray and ask him. Yeah, you just... Like you do anything with enemy. You rebuke it. You resist it. You stand against it. If it reveals the plans of the enemy, you say, I will not allow that to happen. No. No. The enemy cannot give you a color dream. No, it's fine. As long as there's color in the dream. Все в порядке. До тех пор, пока есть цвета такие, то все нормально. Yeah. Let's say you have a dream, and it has a lot of elements in it, but the only color you remember was a green leaf on a tree. That's a color dream. A green leaf on a tree. On a tree? On a tree? Green leaf on a tree. Yeah. If that's all you remember, but you do remember a green leaf on the tree, that's a color. Because most of the time there was other color in our dream, we just don't remember it. Поскольку в большинстве случаев у вас не присутствуют другие цвета, просто мы их не запоминаем. But when you go to bed tonight, let me back up. Let me back up. Let me take it away a minute. When I first heard that only dreams and color are from God, I was disturbed. Because I just didn't remember color. And someone told me, ask God to show you the color in your dreams. And so when you go to bed tonight, ask God to show you and make you aware of the colors that are in your dream. And then you'll come back tomorrow night with a big smile on your face. And then you'll come back tomorrow night with a big smile on your face. Yes. What information is that you see from God? What information is that you see from God? Where are they got this information that's colorful dreams of from God? Because only God is light. The devil is not light. He cannot operate in light. He is darkness. Where does color come from? Color comes from light. We can say color is light or light is color. But only God can release color. Colors from God. And only God can release colors from God. So non-believers also have colored dreams. Does it also mean that their dreams are from God? For non-believers? Most non-believers' dreams are in black and white. Because most of them dream out of their soul. But God will give to them a dream. Because he's wanting to reveal himself to them. Most of them are in black and white. Most of them are in black and white. But also God will give them a dream. Because he wants to reveal himself to them. если сны постоянно повторяется с одной тематике на что это может указать если сны постоянно повторяется с другой тематике на что это может указать да, в Стройте, Джозеф сказал Фаруу, потому что он был создан два сны, два сны, один сны, один сны, один сны он говорит, это будет исполнен, это будет установлен, это будет скоро случается и в Писании, Иосиф когда разговаривал с Фаруоном, он ему говорил, что это установится и это скоро произойдет, потому что были два похожих сна но можно для этого сказать, что это значит, что это значит, что это значит, что это значит, что это будет очень само данное Genesis 41, 17-14. Yeah, Genesis 41. When Joseph responded to Pharaoh's dream. Yes, I know, but the phrase you said. I don't have the actual verse in front of me, but it's when he interpreted Pharaoh's dream, which is 41 or 42 in Genesis. Yeah, and he said, because you've dreamed this twice, God gave it to you twice. Yeah. We can look, we'll look it up. We'll look it up. There is a phrase that, so because this song was twice, so it will happen. But it must be found. Okay. All right. I think we are ready for our second break, and so we will start back up in about 10 or 15 minutes. Okay.